Девочка-пай Здравствуйте! На обиженных воду возят. Этот принцип юмористично описал в своей книге Мирзакарим Нарбеков. Он своим рассказом переносит читателя в буддийский храм, где грехом считается унылое лицо. Если послушник не улыбается, монахи отправляют его с огромным 16-литровым кувшином к источнику, к которому надо 4 километра туда и обратно карабкаться по горам. После того, как Нарбеков проделал этот путь два раза подряд, улыбка, как приклеенная, сама зафиксировалась на его лице. Даже улыбка может даваться непросто. А что, если от вас требует не просто улыбаться, а радоваться? Казалось бы, это совершенно нереально. И все-таки совет или даже повеление радоваться существует в христианстве. О том, в наших ли силах действительно сохранить жизнерадостность, мы поговорим дальше. А сейчас перейдем к секретам немедикаментозного лечения болезней суставов. Ведь вклад в здоровье – это тоже вклад в хорошее настроение. Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема будет касаться заболеваний суставов. Когда у человека больные суставы, то у него проблемы с болями, его беспокоят боли в этих суставах, воспаленных. И для того, чтобы облегчить это состояние, чтобы снять воспаление в суставах, можно применять такие травы, как календула, как мята, сабельник и хвощ. Для того, чтобы сделать чай в количестве на один день, то можно брать для взрослого человека все эти травы по одной десертной ложке. Общее количество чая должно составлять примерно 2,5 столовой ложки. Мято, 1 десертную ложку. Сабельник. И хвощ. И теперь, для того, чтобы у нас с вами был чай, мы заварим его кипятком. Такой чайник, это объем 750 мл. Когда он настоится, у нас с вами получится чай на один день. Его нужно пить по одному стакану 3 раза в день между едой. Хочу сказать, что, опять же, фитотерапия в данном случае не является основным методом лечения. Потому что очень часто проблема с суставами, если мы говорим об артрозах, она возникает из-за неправильного образа жизни. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на питание. Снизить количество продуктов, которые очень калорийны, которые могут повышать вес тела, приводить к избыточному весу тела. То есть это количество жирных продуктов, животных продуктов и сладкого. И, кроме того, нужно повысить количество растительных продуктов, в которых есть много клетчатки, которые выводят жир, лишний жир из организма, лишний жир из кишечника выводят. Необходимо обязательно пить много воды, для того, чтобы обмен веществ шел так, как нужно. И, кроме того, при болезнях суставов обязательно нужна физическая активность. Часто у человека болят суставы, и ему тяжело, например, ходить, потому что большой вес тела. Лучше поэтому выбирать упражнения, которые не будут давать большой нагрузки на суставы. Например, это такое движение, как ноги крутят велосипед в положении лежа. Очень хорошо плавание при этих заболеваниях. И такие вот движения, которые разгружают суставы. Например, если вы посмотрите, как сидят дети, когда они на чем-то сидят и не достают ногами до земли, болтают ногами. Вот такие вот движения, они хорошо разгружают суставы. Их тоже можно делать. Для того, чтобы чай заварился, ему нужно примерно 30-40 минут. Можно даже чуть больше, до часа. Когда он заварился, то мы можем его уже использовать. Наливаем в стакан. И он, так сказать, готов к употреблению. Не забывайте о том, что фитотерапия является дополнительным методом профилактики и лечения. И только при исполнении всех остальных условий мы можем рассчитывать на хороший результат, хороший успех. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть. И те простые методы, которых мы говорили, применять в своей жизни, в домашних условиях. Болезнь разрушает радость. Но верно и обратное. Грусть, подавленность, злость разрушают здоровье. Еще мудрейший царь Соломон написал в своей книге. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. И современные врачи с этим согласны. Если посмотреть на детей, становится ясно, что человек создан радостным по своей природе. Но с годами обязанности и переживания делают нас более мрачными. Давайте попрактикуемся в искусстве осознания причин для радости. Вспомните сейчас хотя бы пять причин. А пока вы думаете, перейдем к следующей рубрике, в которой рассказывается о всем понятной радости. Радости от вкусной и полезной еды. Было проведено исследование, целью которого был выбор наиболее приятного для человека запаха. Исследователи удивились, когда выяснилось, что выше аромата роз и ландышей наши соотечественники ценят запах жареной картошки. Именно он вызывает наиболее приятные ощущения, так как ассоциируется с домашним уютом и покоем. Музыка За долгие века на Руси привыкли к этому незаменимому овощу. Хотя, когда он только появился в нашей стране, крестьяне отказывались его сажать. Местами даже вспыхивали настоящие картофельные бунты. Сейчас уже невозможно представить себе русское застолье без блюд из картофеля. И все-таки мы традиционно воспринимаем его как гарнир, которому необходимо добавить что-то более питательное. Но картофель сам по себе очень ценный, пищевой и даже лечебный продукт. Для жизни человеку необходимо 22 аминокислоты, 14 из которых образуются в организме, а 8 могут поступать только извне. Они называются незаменимыми. Так вот, белок клубней богат аминокислотами, в том числе входящими в группу незаменимых. Американские медики обнаружили, что картофель снижает опасность сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, в рационе которых значительное место занимает картофель, артериальное давление снижается. Более того, калий, в большом количестве содержащийся в этом овоще, выводит соли и снимает напряжение с артерий. Если вам предстоят большие физические нагрузки, картофель вам просто необходим. Калий и другие необходимые организмом вещества выводятся с потом. Без их возобновления при тяжелых нагрузках могут начаться перебои в работе сердца и мышечные судороги. Взвешенный минеральный состав картофеля убережет вас от этих неприятностей. Картофель не только дает энергию телу, но и поможет интеллекту. Как показал эксперимент, 200 грамм картофельного пюре в день существенно улучшает память о пожилых людей, страдающих забывчивостью. Особенно богат полезными веществами запеченный картофель. Печеная картошка – это словосочетание будет в воспоминании о костре, лесе и комарах. Но если у вас есть духовка, вы можете не дожидаться очередного пикника, а испечь клубни дома. Самое главное – хорошенько их вымыть. Порежьте картофель напополам или оставьте их целыми и отправьте в духовку. В запеченном виде картофель можно есть вместе с кожурой. Кстати, именно в кожуре картофеля много полезных веществ. Известен факт, когда в Первую мировую войну экипаж военного корабля вынужден был сдаться американским властям, так как вся команда была больна и находилась на краю гибели. Внезапная эпидемия была связана с ограничением в питании свежих овощей и фруктов и, как следствие, недостатком витаминов. После того, как моряки начали есть картофель вместе с кожурой, они быстро пошли на поправку. Этот продукт не стоит исключать своего рациона тем, кто хочет похудеть. Благодаря полноценному составу картофель, особенно теплый, позволяет долгое время сохранять чувство сытости. Картофель применяют и как наружное средство. Свеженатертую кашицу используют для лечения ожогов. Если каждый день протирать кожу срезом сырого клубня, можно избавиться от аллергических пятен, а также следов от лопнувших капилляров. Картофельный отвар – отличное средство для кожи рук. Опустите в него руки на 5 минут, и кожа станет шелковистой и нежной. Максимально сохранить витамины и микроэлементы при приготовлении картофеля помогут следующие хитрости. Кожуру с картофеля срезайте как можно тоньше, а еще лучше запекайте его или варите в мундире. Полезнее класть картофель в уже закипевшую и подсоленную воду. Отваривать картофель лучше на пару или в минимальном количестве воды. Запекайте картофель, готовьте его на пару, используйте в салатах. Богатые возможности самого любимого в России овоща дают вам широкое поле для поиска своего фирменного блюда. Экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу. Если говорить о радости, то надо признать, что в погоне за нею, а точнее за удовольствием, человек может дойти до абсурда. Именно тогда и начинаются проблемы. Поэтому даже в том, что приносит радость, нельзя забывать об осторожности. Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня рассмотрим этикетки чипсов. Чипсы. Английское слово. Это легкая закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля или иных корнеплодов, обжаренные в масле. Продается как готовый к употреблению продукт питания. Подходя к магазинным полкам с чипсами, помните, что есть два основных рецепта приготовления чипсов. Первый способ классический. Картофель режется тонкими ломтиками и обжаривается в масле. Имея подходящую шинковальную доску, этот рецепт легко повторить на обычной кухне. Другой рецепт часто применяется в машинном производстве. Из картофельной муки делают тесто. Из теста формуют чипсы, которые потом обжариваются. Теоретически безвреднее тот продукт, который состоит из цельного картофеля. Его срок хранения, кстати, намного меньше, чем чипсов из картофельного теста. В 1980-е годы появились первые научные исследования, доказывающие, что употребление чипсов может приводить к неприятным последствиям. Чипсы очень калорийные, что отражается на фигуре. Такое изобилие жира – серьезный удар по печени, а некоторые вещества, содержащиеся в масле, используемом для жарки чипсов, считаются канцерогенами. Производители чипсов начали выпуск чипсов с пониженным содержанием жира. Но все же 100 граммов чипсов содержат от 600 до 700 килокалорий. Так что чипсы с пониженным содержанием жиров все равно очень высококалорийный продукт. В чипсах очень много соли, что также очень вредно для здоровья. В них также добавляют ароматизаторы, консерванты и вкусовые добавки. Абсолютно во всех картофельных чипсах есть компонент, который вообще ставит под сомнение безвредность данного продукта. Это усилитель вкуса, глютамат натрия. Он обозначается на этикетках индексом Е621. Именно его наличие, скорее всего, и объясняет привязанность к чипсам миллионов потребителей. Глютамат натрия через 10-12 приемов вызывает привыкание и желание есть его снова и снова. Кроме чувства удовольствия вместе с глютаматом вы получаете разрушительное воздействие на сетчатку глаза. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Если обратиться к статистике, каждый россиянин в среднем съедает полкилограмма чипсов в год. Европеец от 1 до 5 килограммов в год. Американец 10 килограммов в год. Интересно, что в соответствующей пропорции распределились и цифры соответствующих заболеваний. Конечно, голод не тетка. И если он застал вас вне дома, так просто открыть пакетик аппетитных чипсов. Но ведь есть и другие варианты. Можно съесть горсть орехов, сушеных яблок, или взять из дома сухарики собственного приготовления. Или семечки. Эти продукты не только не повредят вам, но, напротив, обеспечат организм необходимыми полезными веществами. Будьте внимательны и здоровы! Удалось ли вам придумать пять причин для радости? Обычно с таким упражнением можно справиться за минуту. Если у вас не получилось, советую найти и прочитать книгу Элеонор Портер «Полианна». «Полиана» писалась, как книга для девочек, но она потрясла и взрослых. В Америке стали возникать клубы Полианы. Полиана – девочка-сирота, которая всех заражает своей игрой в радость. Вот небольшой отрывок оттуда. «Вы когда-нибудь думали о том, как нам нужны глаза?» Я нет, пока не приехала в санаторий. Там была одна дама, которая за год до этого ослепла. Она сказала, что никогда не сможет радоваться. А если я захочу понять, почему, то могу попробовать на час завязать себе глаза платком. И я завязала. Это было ужасно! Когда я увидела этот парк, так обрадовалась, что чуть не заплакала от того, что могу его видеть. Впрочем, теперь она тоже играет в эту игру, та слепая дама. Что за игра? Игра в радость. То есть всегда находить во всем что-то такое, чему можно радоваться. Она пошла к тем, кто пишет законы, и рассказала, каково это быть слепым. И они написали новый закон. Так что теперь она говорит, что даже рада, что потеряла зрение, потому что сумела помочь многим маленьким детям. Вот видите, и она теперь играет в игру. Если вам кажется, что в вашей жизни вообще нет поводов для радости, можно попробовать создать их самим. Один из способов, который всегда работает, это порадовать другого человека. Хотя бы просто подать руку подскользнувшемуся, предложить перенести сумки пожилой соседке. Позвоните другу, которого уже сто лет не видели. Этого достаточно, чтобы поправить себе настроение. А еще один хороший способ испечь что-нибудь вкусненькое и пригласить гостей. Добрый день! Сегодня я вам хочу показать блюдо, которое называется картофельный пирог. Для приготовления этого блюда вам понадобится одна-вторая порция швейцарского теста. Мы берем это тесто и раскатываем 0,5 мм. Форма для этого блюда должна не превышать 2 см высотой, так как наш пирог потом может остаться непропеченный внутри. Когда мы с вами раскатали тесто, оно очень эластичное. и подставляем в формочку и выкладываем наверх тесто. Края теста могут быть толще, главное, чтобы средняя часть, которую вы будете укладывать в формочку, оставалась тоненькой. После этого тесто, которое у вас остается на краях формы, обрезается. Но обрезается с таким условием, что вы должны оставить немножко нахлёст маленький. Потому что, если вы обрежете близко к краю, то ваш пирог потом может сунуться внутрь. Вот готова наша формочка. Для этого блюда вам понадобится еще килограмм картофеля, который вам нужно будет потереть вот такой формы, чтобы она была похожа больше на чипсы. Толще нежелательно, потому что он потом может просто у вас не пропечься. Вы используете эту картофель, высыпаете в эту формочку. Высыпаете только одну часть натертой картошке. Дальше вам нужно будет сделать соус. Для приготовления соуса вам нужны будут другие ингредиенты. Например, вы можете использовать либо стакан орешков арахиса, но нужно обязательно, чтобы они у вас были очищены от кожуры. Именно этот сорт арахиса, он способствует запеканию этого пирога, потому что другой сорт он не подходит для этого пирога. Либо орехи кешью, либо семечки. Мы используем орехи. Дальше, вам понадобится три стакана масла, рафинированного. Почему берется рафинированное масло? Потому что сыродавленное имеет свой запах и вкус. Потом вам нужно будет две столовые ложки лимонного сока. Можно использовать либо пол столовой ложки соли, либо взять 40 грамм суповой приправы. Сюда идет также идет чеснок. Размеры зубчиков чеснока тоже вы должны учитывать. Если это крупный чеснок, значит вы берете меньше. Если зубчики чеснока маленькие, значит вы берете приблизительно 7 зубчиков. Дальше вам понадобится полтора стакана воды. все что мы поместили в блендер мы должны теперь взбить до однородной массы. только после того, как мы взбили первые компоненты до однородной массы, добавляется крахмал две столовые ложки и добавляется пучок зелени целый, можно не резать даже. И опять взбивается несколько секунд до однородной массы. теперь эту массу мы выливаем в наш картофельный пирог. когда мы выливаем мы помешиваем картошку для того, чтобы равномерно все было распределено и наш соус попал на самое дно нашего пирога. Чтобы не получилось так, что слой картофеля потом слой соуса. Но чтобы соус прошел кругом у нас и картофель везде был в соусе. Постепенно добавляем остальное количество картофеля. Нужно учитывать, что когда выпекается пирог, то высота пирога поднимается. Поэтому если ваш соус будет до самых краев бортика формы наполнен, то он может у вас выбежать через верх. Теперь мы ставим его в духовку. Температура духовки должна быть 180 градусов. Выпекается он 45 минут. Если вы соблюдаете все желаемые пропорции. Начинка может быть другой. Можно использовать также лук, но тогда в соус не добавляется масло. И лук режется полукольцами и выкладывается точно так же в такую последовательность и заливается точно таким же соусом без масла только. вот наш пирог после того, как он испекся. Вот он такой имеет вид. Приятного аппетита! Пробуйте! ПОДПИШИСЬ! Наша программа подходит к концу. Можно только успеть пожелать радоваться жизни такой, какая она есть. Ведь жизнь сама по себе величайший дар. А кроме того, даже в самых сложных или стрессовых ситуациях мы можем быть не одиноки. Ведь даже если вам кажется, что вы никому не нужны, Бог любит вас так, как будто на земле больше нет, никогда не было и не будет ни одного человека кроме вас. Желаю вам принять и почувствовать эту любовь. Благополучия вам, здоровья и настоящего счастья! и Субтитры создавал DimaTorzok